Приветствую вас. И в первую очередь, конечно, это работа с самооценкой, да, с внутренней какой-то проблематикой, потому что, ну, то, что вы описываете, это все-таки довольно, такой, я бы сказал, тревожный момент, очень тревожный факт и очень такой беспокойственный факт, потому что такое ощущение, что вы себя, ну, как бы не любите, что ли, не цените себя, вот, не уважаете, не уважаете. А это очень важно, без этого не получится устраивать таких здоровых, адекватных, хороших отношений, чтобы они, эти отношения были удовлетворительны, чтобы они устраивали вас, чтобы они устраивали вашему мужу и так далее. Вы, в общем-то, довольно правильно, правильно довольно пишете, что нужно уходить, если, если не счастлив, нужно уходить, это правда. Но есть проблема, и она связана с тем, что от всего уйти не получится, именно от всего уйти не получится. И если конфликты возникают со многими людьми, то эта проблема уже, скорее всего, в самом человеке, в том, что его задевают, в том, что его успокоят, в том, что его уложат и так далее. И в данном случае я полагаю, что у вас есть определенная нетерпимость к критике, у вас есть определенная, вот, сложность восприятия, а критики, вот, и, как бы, неустойчивые такие представления о себе, вероятно. Вот, а в результате чего, в результате чего, и складывается вот такой момент, что вам крайне тяжело общаться с людьми, которые, там, это не очень позитивно к вам относятся, то есть, это же абсолютно нормально, что вы не нравитесь, и вы не должны нравиться, но, как мне, как мне кажется, я могу, я могу быть не прав, но мне кажется, что в глубине души вы хотите нравиться, мне кажется, что в глубине души вы хотите нравиться чуть ли не всем людям. Если это правда, то в этом и есть, на мой взгляд, проблема, потому что всем людям вы не понравитесь. Это не реально, да, это не нужно. Но, если вы ставите себе такую задачу, то, да, вы находитесь в постоянной уязвимости, вы находитесь в постоянной опасности, вы находитесь в постоянном переживании по поводу того, что может не получиться, вот, и, как бы, действительно не получается, и когда не получается, вы, естественно, расстраиваетесь. Также думаю, что есть у вас потребность во внимании, есть у вас потребность во признании, есть у вас вот такое желание, чтобы вас как-то вот, может быть, ну, может быть, мотивировало, чтобы вас как-то стимулировало, чтобы вас как-то поощряло. То есть, есть вот, на мой взгляд, какая-то такая вот, там, нужда необратимости в этом, в этом. Все, да, тут тоже, конечно, могу быть неплохо в этом, как кончик в контексте. Вот, ну, потому что, да, как бы, не все так однозначно и не все так очевидно, как можно сказать на первый взгляд. Вот. Дальше. Значит. Как перестать быть исторической? Это, смотря на свое внимание. Имеет силу воли. Ну, что такое, что такое силу воли? Знать, то есть, как бы, очень многое зависит от того, что понимается под силой воли. Потому что, например, для психолога силу воли очень часто связаны с глупостью. Согласно, что человек, как-то, как-то преодолевает, что человек себя как-то перебарывает и, в общем-то, чего хорошего из этого получается. Вот. Счастливее. Счастливее. Человек от этого не становится точен. Поэтому, здесь я хотел бы вас спросить. Счастливое воли вам, чтобы, чтобы стал. Для чего? Счастливое воли. Мне кажется, что этот вопрос, эм, вполне уместен, здесь. Потому что, э, мне показалось, что вы готовы, э, себе навредить. вы готовы продолжать на себя давить, вот, для того, чтобы соответствовать каким-то требованиям. Вот вы упомянули, что, значит, у вас были проблемы в детстве. Вы упомянули, что проблемы в детстве были связаны с тем, что вас дразнили за лишний вес. Но я могу сказать вам, что вот эта позиция ваша, что я должна соответствовать. Может быть, что-то позиции. Она, как мне, кажется, не особо ушла. Довится и до сих пор продолжает вами управлять. Конечно, у меня нет доказательств этого, конечно, у меня нет подтверждения этого, но я думаю, что это так. Вот. Дальше. Говорят ли счастье, но не уходить оттуда, где плохо? А кто говорит, что такое счастье и что значит плохо? То есть очень много вопросов. Правда, здесь возникает. Вопросов возникает, к сожалению, очень много и это довольно стереотипно, как мне кажется. История, потому что так можно уйти вообще оттуда всюду. Вот. И в итоге остаться в одиночестве. Это дело в том, что налаживать контакт, идти на какие-то компромиссы в любом случае нужно. Вот. Это абсолютно необходимое. Другое дело, что это можно делать по-разному и не обязательно это делать через какие-то жертвы, как к которым мы привыкли, через подавление, через унижение, через обесценивание себя. Да. Я имею ввиду. Вот. То есть это в принципе реально, но этому нужно учиться. Нужно учиться искать, а, нужно учиться идти на компромиссы. Вот. Вот. Это такая многосторонняя работа, я бы сказал, да, и... Эм... Что зависит от вашего желания, к сожалению, или к счастью. Так. Эм... Откуда мне... Плохо. Если везде находят люди, у которых у меня конфликт, то вы конфликтный человек, и, соответственно, конфликт находится внутри вас. То есть, проблематика здесь заключается в том, что внутри вас есть конфликт, который вы переносите на людей. И... Всё. И поэтому у вас, ээээ... Получаются конфликты со... Ну, если... Если не со всеми, да, то, ну, да. По крайней мере, с очень большим количеством людей. Да. Вот. И... Соответственно. 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 А... Момент. Идея. В том, чтобы... Конфликт найти. Вот. Чтобы... Вам... Помочь его... Для... Для себя... Разрешить. Вот. И... Соответственно. Уже... Что-то тогда делать. Да. Вот. Эээ... Ну, вот. Например. С этой... Позиции. С... Своей. Да. Допустим. Ну, допустим. Допустим. Вот. А так... Получается. Что... Ну, да. Есть конфликт. Эээ... Эээ... Но, при этом. Что я... Эээ... Конфликт решать... Не готово. Например. Например. Да. Получается. Или не хочу. Или что. Дальше. Так. Эээ... У меня конфликты, которые просто бесят глупыми поступками словами. Эээ... Ну, вот. Давайте немножко поподробуем. Немножку поподробуем. Эээ... Что это значит бесят? Эээ... Поступками и словами. Эээ... Что вы вкладываете в это вот бесят? То есть, может быть, вы вкладываете в это... Ээээ... Ээээ... То, что вас задевает. Эээ... Их действие и так далее. Ну. Тут нужно разбираться, чем именно задевать. Эээ... 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 Как вариант, я... Эээ... Могу... Предположить, что... Садевает вас именно, вот... Эээ... Эээ... Подавляемая... Такая... Эээ... 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 Ээээ... Эээ... 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 и много подавляют в себе злости, достаточно много подавляют в себе обиды, вот, и подавляя это, любая вот какая-то ситуация, она просто способна вывести вас из себя, любая ситуация просто способна вывести вас из равновесия, вот. Хотя, там, сама ситуация, да, может быть, может быть, ну, неважной, незначительной, но из-за того, что вы склонны подавлять себя, склонны обесценивать какие-то вот моменты свои-свои, что вполне может быть, вполне может быть, что выводит вас из себя именно это. Но, повторюсь, это пока из области, это только о предположении, потому что это нужно проверять, ну, гипотезы. Дальше. Допустим, если это родители мужа и с ними не получается не общаться, если с ними не получается не общаться, как вы говорите, то это, ну, вот, как бы, это скорее знаете про что? Это скорее про то, что вы, вероятно, не можете человеку сказать нет. Ну, людям вообще, вот, вы людям не можете сказать нет. И, в какой-то степени это вопрос к вам, а, почему я не могу сказать нет? Что будет, если я скажу нет, да, вот, что мешает мне сказать нет, чего я боюсь, что я не говорю нет, вот, и так далее. То есть, это, как бы, с одной стороны, я не хочу что-то делать, с другой стороны, я боюсь отказать. И, может быть, я перекладываю ответственность на других людей за то, что боюсь отказать, например. Вот, нет ли такого, такого. То есть, я боюсь отказать, вот, я не могу разрешить этот конфликт, да, я не могу, там, разрешить себе сказать нет. Вот, от этого, это меня очень сильно дикатит, вот, и я жлюсь из-за этого. Жлюсь из-за этого на себя, жлюсь из-за этого на, там, на окружающих, жлюсь из-за этого на мужа. Чувствую себя, там, вообще, о-о-о-о, там, озвратительно, ужасно и так далее, вот. А-а-а, и, может быть, именно поэтому позволяю своему мужу поднимать на меня руку, потому что у меня души считают, что я этого достойно. Вот. То есть, это, ну, в общем, такая позиция достаточно, я бы сказал, тревожная. А-а-а, потому что, если, а-а-а, если у вас имеют, имеют место, имеют место быть, а-а-а, проблемы с самооценкой, вот, или если вы, а-а-а, в глубине души считаете, что, а-а-а, можете быть достойны того, того, чтобы, а-а-а, если у вас поднимали руку, то, а-а-а, как бы ваши отношения, они будут идти по нарастающей, в плане насилия, обратно, потому что, а-а-а, человек будет, как бы, считывать то, что вы, а-а-а, ну, то, что вы, а-а-а-а, ну, транслируете ему, то, что вы, а-а-а, как бы, ну, заявляете, говорите. Если, если, от вас, а-а-а, следует, такой, а-а-а, ну, такой, как сказать, а-а-а, такой, постулат, что, а-а-а, меня можно, а-а-а, там, ударить, например, то, скорее всего, вас ударят, а-а-а, и не потому, что, а-а-а, ваш муж какой-то плохой, а потому, что вы, как бы, сами призываете своими действиями человека, а-а-а, применить к вам силу, при том, что человек может сам этого даже и не хотеть. Нет, это, а-а-а, совершенно не означает, что, а-а-а, вы, а-а-а, полностью ответственны за это. Естественно, что, есть ответственность их, вашего мужа, но, тем не менее. Дальше. А-а-а, так, спрашивают, почему я к нему не приезжаю, а ты просто не перевариваешь сообщения с ними, потому, что я много плохая не говорила. А-а-а, и что? Ну, то есть, вы же, вы не должны им, ну, вы не должны им нравиться, разве нет? А-а-а, вы хотите сейчас сказать, что вас это, ну, ну, волнует, вы сейчас, а-а-а, хотите сказать, что вас, э-э, беспокоит то, что, э-э, они говорят, что вы плохая. Ну, вы плохая, и что дальше? То есть, как бы, как это влияет на вас, что вы плохая, вот, как это, э-э, конкретно на вас влияет, конкретно, да? То есть, вот, ну, как-то постарайтесь, э-э, конкретно, э-э, сформулировать этот момент. Почему, э-э, меня задевает то, что родители мужа, э-э, называют меня плохой. Дальше. Так, э-э, у меня и так нервы слабые, из-за чего? Да, я, да, я понимаю, что люди есть разные, общаться так хорошо не получится. Как, как с этим справиться? С чем именно справиться? То есть, э-э, я, честно говоря, э-э, вот, э-э, ну, как бы, по, э-э, прошествию вашего, прошествия, про, э-э, после того, как прочитал ваш, э-э, текст, а я, так и, вот, пока, пока, не очень понимаю, э-э, конкретно, с чем именно вы хотите справляться. Вот, с чем, э-э, для чего, и, э-э, какой в этом лично, лично для вас, э-э, смысл. Да? То есть, такое, такое у меня ощущение, что, э-э, я-то справиться хочу, э-э, вроде, как, хочу, вроде как, хочу справиться. Но, как-то, вот, не уверенно, что ли, э-э, понимаете? Э-э, так, дальше. Сейчас у меня обещалый заложенный вес, я терпела, но обиду нужно, э-э, проработать, э-э, вот, это не сложно. Да, если вы хотите, опять, вот, то есть, это можно сделать. Обиду можно проработать, э-э, и всю обиду выплеснуть, то уже реально. Ага, это вполне реально, если у вас есть такое желание. То есть, э-э, сначала нужно провести свой внутренний мир в порядок, а потом, потом уже корректировать, э-э, коммуникацию. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok